Книга 12. ТАО. Путь Вознесения. Необусловленное Водительство. Что такое необусловленное водительство? Таковое основывается на руководстве группой людей, которые всецело существуют на основе созидающего духовного закона. Созидающий духовный закон, позволяет оставаться вместе только тем, кто имеет соглашение души, или карму, которую необходимо высвободить при участии обеих сторон. Если у кого-то, вся карма с другими улажена и закрыта, и не существует с ними никакого соглашения души, в таком случае этот человек должен быть удален из группы. Дискуссия, или сомнения ни в коем случае не являются причинами, чтобы попросить человека удалиться из группы, поскольку, данная ситуация требовала бы только кармического завершения, по существу, сущности духовного закона. Возможно, это будет тяжело, особенно если человек вызывает раздражение большого количества людей в общине, но несмотря на это, если цель общины в том, чтобы вознестись, то высвобождение кармы друг с другом первостепенно, ибо это – фундамент вознесения. Только те из возносящихся, кто внутренне, и в достаточной мере овладели миром и покоем, могли бы вести других, кто овладел этим настолько, что служил бы эволюцией целой общины. Мы предвидим, что в наступающей четверти столетия именно в становлении, и действии общины, подобное водительство, и посвященные, овладевшие следующей фазой вознесения, проявят свою наибольшую способность приносить пользу. В связи с этим, земляне отступно следует цели вырезания карты к следующей фазе вознесения для взрослых людей, поскольку это позволит фундамент общины продвигаться далее с большей легкостью и уравновешенным любящим водительством, идущим от тех, кто овладел состоянием великого внутреннего мира и равновесия. Большинство из тех, кто будет овладевать 12 тысячами ДНК на пути к сознанию Маха Вишну, главным образом, будут склонны создавать у себя болезнь, или другими словами, люди не способны нести какой-либо внешний вред другим, однако приносившие его себе, то есть подавлявшие его в себе, в своих предшествовавших вознесению жизненных реалиях. Многие из них могут вознестись из болезни, но лишь когда в достаточной степени возвратят свою энергию, чтобы вести других уже после того, как овладеют следующей фазой вознесения. Такие люди восхождения скромны, спокойны, несамонадеянны, и невысокомерны, и несмотря на все, сосредоточены на своей эволюции сверх, и выше всего остального. Они постоянно демонстрируют готовность оставить обычные человеческие реалии вместе с семейными и социальными связями, чтобы продвигаться к следующему уровню эволюции. К 12 тысячам единиц должны продвинуться те, кто в наибольшей степени овладеет золотыми и серебряными тонами творения в своих коммуникационных навыках. Такие люди удержат золотые и серебряные тонны в условиях группы или общины, тем самым помогая создавать окружающую обстановку гармонии, единства и сотрудничества. В подобных реалиях каждый привносит свой вклад, чтобы поддерживать поток энергии целого. А те, кто обретет большее мастерство, организуют поток целого таким образом, чтобы гармония, равновесие, и единство непрерывно поддерживались и сохранялись. Земля должна работать через каждую восходящую общину, чтобы организовать такого рода реалии. Только когда вырезается карта уклада жизни в общине, которая основана на восхождении и единстве, карта будет вырезана для всех людей, чтобы восходить как коллектив, продвигающийся к основанной на единстве цивилизации.